Эй, пацан, минуточку внимания. Слышал про Булкин Кейс, магазин охуеванья? Игры по ценам с самым лучшим. Не веришь? Да погоди, погоди, погоди. Послушай. Лучший сайт с прекрасными игрухами. GTA 5 за 249 рублей? Это ли не шутка? Покупай на Булкин Кейс, будешь всегда в плюсе. От таких цен охуевает даже тётя Люся. Различные рандомы, призы и акции. Это всё похоже, бля, на какую-то сенсацию. Скорее забегай на Булкин Кейс. Ништяки скидонные игрухи. Всё это здесь. Здорово, здорово, дорогие друзья. С вами Булкин. Добро пожаловать на новенькую серию ПМТ. Играем, как всегда, на CCD Planet серию номер 2. Друзья, и у меня для вас сразу хорошие новости. Просто, блядь, великолепные. Просто, нахуй, лучшие. Короче, прямо сейчас мне админы проекта CCD Planet сделали реально крутой подгон. И такое ощущение, что его сейчас пиздят у меня. Потому что он стоит за... А, нет. Нет, я ошибся. Я ошибся. Я думал, что его сейчас пиздят, но его сейчас не пиздят. Короче, ребят, ну вы по превью, по названию всё уже поняли. Давайте сделаем красиво. Давайте сделаем красиво. И прямо сейчас я как бы... Так, сделаю... Я надеюсь, я сейчас прямо напишу правильно. Да, я написал правильно. И, друзья, вы готовы увидеть эту сосочную хуйню? Вы готовы, да? У меня только единственное ноут, то что... А, вот всё. Вот он, блядь! Вот он, друзья! Да, они это сделали. И сделали специально мне винил. Короче, это был реально крутой и приятный сюрприз. Спасибо ещё раз огромное администрации CCD Planet. ГТР в моей раскраске. Прямо сейчас на ваших экранах, конечно, вся... Конечно, вся эта самая... Чувак ещё не знает, что я как бы залетел прямо тут. Или Чувиха. Я не знаю, кто это. Ну, в общем-то, вы поняли. Ребят, это шедевр. Это шедевр. Это реально винил мой, похожий. Единственное, конечно, МТА, ну, в целом, Сан-Андреас не может передавать всех красок, всей сочности, но... Это копия. Это действительно копия. И выглядит она очень-очень круто, ребят. Ну, просто посмотрите на это. Просто вот вместе с номером всё как надо. Просто выглядит великолепно. Ну-ка, если я влечу машину... Ёбана! Я... Друзья, у нас есть шанс посмотреть на ГТР внутри. Ну, я могу сказать, что это 17-й год. ГТР, последний рестайлинг. Здесь другая, как бы, это самая мультимедиа, вся хуйня. И, как бы, в салоне, конечно... Ну, да. Так, а что у нас Порше, кстати? Ну-ка, 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 залетаем, залетаем, залетаем. И видим... Ага! Кстати, Турбеста у нас действительно полностью рестайлинговая. Помимо того, что у нас оптика друг... Ну, рестайлинговая на нём. А салон-то тоже рестайлинговый сделали. То есть и руль, и мультимедиа тоже всё. И вот это вот, вот это вот фирменное. Я прямо сейчас, как вспоминаю, лето 2016 года, когда я откатался на КРС. Вот эта вот шайбочка, она действительно крутая. И, кстати... Мало, может быть, кто знал. Вот, вот, ребят, напишите... Даже не напишите, поставьте лайк, если вы этого не знали. Вот это вот на всех Порше 911, которые рестайлинг последний, выпущенный с 2016 года. У них руль поменялся, как вы видите, да? То есть поменялся руль, и теперь он выглядит именно вот так вот. И плюс добавил... Короче, вы видели эту шайбочку, кружочек? По-моему, у меня... А, нет, я думал, у меня уже пытаются спидеть тачку. Вот, и, короче, наверное, многие не знали, что именно вот эта шайба, она, короче... Это самое... Знаете, за что влияет? Я вам сейчас расскажу, за что она влияет. Давайте уже скорее прокатимся на ГТРчике. Ёба-народ! Ух! Прокачусь! Ой, блядь. Прям вообще, прям сосочно. Короче, это шайба, переключение режимов, там, Individual, Sport, еще что-то, можно все настраивать было. И посередине есть кнопка. Так вот, что делает эта кнопка? Кнопка называется Boost, и при нажатии на нее, вы получаете максимум мощности. То есть, Поршевцы реально красавчики в этом плане. Сейчас бы рассказывать про свой Порш, который был больше года назад, прямо сейчас. Ну ладно, я просто об этом, по-моему, нигде не рассказывал. Вот, ты нажимаешь на эту кнопку, и у тебя как будто мотор на... По-моему, блядь, сколько же это секунд длилось? 30 или 15? 30 секунд. Типа закись азота, только не закись азота, а мотор на полную мощность работает. По-моему, плюс еще где-то 30 сил. То есть, такой мини-чип срабатывает, и ты нажимаешь на кнопку, и у тебя машина 30... Не надо ее держать, просто нажал, и машина 30 секунд у тебя, короче, валит прям на всю мощность, на все бабки. Единственное, только, правда, в реальной жизни я особо разницы не заметил. С этим, как его... Ну, как бы, с кнопкой, без кнопки, как бы, это так. Чисто, знаете, больше понт, по-моему, ну ладно. Короче, ребят, что я могу сказать? ГТР. Вот только не надо вот так в реальной жизни. Чтобы было, блядь! У меня вот интересное, кстати... Давайте устроим хоть раз в жизни соревнование. Вот от этой таблички... Нет, это хуевая табличка. Я не запомню. Давайте сейчас расскажу, откуда. Вы пробовали просто проехать на время, друзья. Ваша задача на ГТРе тоже с чипом попробовать побить это время. Смотрите, короче, стартуем от вот этого столбика. Вот прям от него. Ну, плюс-минус, да? Короче, пишите в комментариях, честно, за сколько вы его проедете. Давайте прямо с первой попытки попробуем проехать этот полностью круг. Ну, вы сейчас поймёте, что я буду именно ехать. Итак, друзья. Мой ГТР. Убираем всё лишнее. Просто смотрим на него. Прекраснейший. Охуенный. Просто, блядь, великолепный. Просто реально. Блядь, вообще соска. Так. Так. Ну, да. Места-то у нас маловато же, да? Правильно? Места мало. Правильно. Места мало, поэтому надо... Чувак, сейчас можно? Да, спасибо. Так, ну что? Секундомер. Вот, вы видите, что всё по нулям. И прямо сейчас я нажму старт. Ну, только нет, я не так нажму, я нажму так и... Поехали. Всё. Друзья, едем. Просто потом напишите, реально... Маленький лайфхак для тех, кто будет гоняться реально и писать потом в своё время. Ребят, пожалуйста, попробуйте это сделать ночью, когда никто не будет вам мешать. Так вот. Так, эмки снова мало места, я так понимаю. Нужно передо мной ещё встать. Поехали! Так, друзья. Всё, я пытаюсь выдавить из себя всё. Ну, на самом деле, конечно, с первого раза у меня не получится побить рекорд, поэтому я более чем уверен, что у вас получится лучше, но это не важно. Так. Вот мы делаем просто большое анальное кольцо. Тут я как-то врулился ещё сюда, непонятно. Так, уже 19 секунд прошло. Давайте, давайте, давайте. Вау! Это было близко. Главное, чтобы никто... Почему, блядь? Ну вот почему, вот почему? Объясните, почему? Нет, хорошо, давайте мы сделаем проще. С того места будет много... Многим, наверное, сложно стартовать. Мы всё-таки стартанем вот с этого мостика. Вот прям, знаете, вот... Равняемся, конечно... Во! Вот ровно по этой жёлтой штуке. Вот она начинается, и мы равняемся вот так вот. Всё, вот это место мы сейчас пролетим. Поехали! Вот отсюда, ребят. Вот отсюда заезд. Сколько... Сейчас, если бы пока вот чуть-чуть ещё я раньше бы стартанул, а таки бы ничего не осталось. Но это не важно. Так, вписываемся. Вписываемся, вписываемся, вписываемся. Бля, рулится он неплохо. Рулится он неплохо. Так, уже 15 секунд, друзья, нормально. Результат нормальный. Потом, как только проезжаем мост, сразу останавливаем таймер. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не очень удачная траектория, но, в принципе... В принципе, ничего. Итак, гоночный ГТР, друзья, на ваших экранах, который пытается... Выступает в режиме тайм-атак. Атака-времени. И... Это, кстати, тот чел на М-ке, да? По-моему, оказался уже тут. Я не понимаю, блядь, вот почему, блядь, такая хуйня? Ладно, похуй, мне просто интересно даже время. Вот просто, друзья, таких гонок еще не было на время у нас, поэтому... Так. Так. Бля, вот это он нормально рулится, кстати, на самом деле. Итак, мы останавливаем... Опа! 56 секунд. 56 секунд, 13 соток. Вот, на ваших экранах. Мы сейчас попробуем переехать еще раз, потому что... Я вроде показал в камеру, да. Потому что у нас была маленькая-маленькая ДТП, которая нам... Секунд шесть как раз этих, наверное, мы потеряли. Итак, друзья, еще одна попыточка. Так. Сброс. Старт, поехали! Все, время пошло. Время пошло. Пожалуйста, никто... Блядь, какая-то жесть произошла там сейчас только что. Я не понял, от чего там чувак врезался, во что вообще, что произошло. Но это не особо важно, потому что, друзья, надо побить время... Мне кажется, секунд 50 можно попробовать. Если без аварии, это будет секунд 50. Фигарю прям на все бабки реально сейчас. Штрафы приходят, но как бы особо это не волнует. Просто практически на полном... Небольшая потеря, наверное, времени была сейчас за счет этого заноса, но тем не менее. Тем не менее, друзья, я стараюсь и вроде бы как бы у меня это... Нормально, нормально, нормально. Так. Друзья. Я сначала... Знаете, первая моя мысль была, что отказала мышка, потому что она меня часто отказывает. И как бы я понял, что азот не работает. Потом я понял, что двигатель в целом вообще перестал работать. Так, ладно, хотя бы одно время у нас есть. Давайте мы сейчас на Чироне доедем, заправимся. И все-таки я хочу узнать, сколько на ГТРе можно пройти это большое анальное кольцо. Так, Чирон. Ну, Чирон, как бы, тут, понятное дело, быстрее проедет. Никто не сомневается, но... Так, на заправочку прям можно? Ну, практически залетел. Практи... Будет быстрее пешком. Убираем Чирон. Все, бежим. Так, 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 так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И... Вот сюда нам нужен ГТР. И мы сейчас на ГТРе, на гоночном... Ух, блядь, устроим гоночки, а? Так. Давай, ГТР. Блядь, не сюда. Тут не заправляется он. Вот сюда вот. Телепорт. Красавчик. Ой, какой Вася красивый, блядь! Вася красивый? Ну да, Вася ничего такой. Так, ладно. Всем Вася привет. Мы сейчас немножко... Блядь, что ж ты не хочешь заправляться? Ну все, желтая метка тут. Давай, заправляйся. Ну, практически. Ну, практически же, ну. Блядь, что ж ты не хочешь-то заправляться? Ёбаный ГТР, блядь! Одни проблемы! Твой, сука, заправляйся, блядь! Прикиньте, такая реальная проблема в реальной жизни. Не можешь заправить свой ГТР. Ну, почему бы и нет, да? Я 85, конечно же. На полную. Друзья, давайте. Я все-таки должен показать чистый круг. Прям чистый, чистый, чистый. И чтобы вы в комментариях потом написали... А лучше, если вы видосик скинете в группу ВКонтакте с секундомером. Это будет вообще жестко. Ну, давайте так считать. Вот я сейчас проеду, да? Какое время будет? Все-таки мы считаем по секундомеру, а не по... Этому самому. Не по таймеру, который в игре. Вы... Плюс-минус секунда допустимая погрешность. То есть, если кто-то проедет, допустим, я проехал за 50, кто-то проехал за 49, это не считается. Вот если за 48, 2 секунды это разница. Потому что тут может быть... Действительно небольшая погрешность за счет этого. И как бы так будет более справедливо. Кто быстрее, чем на секунду проедет? Вот мне просто интересно. Потому что я думаю, что это реально практически. Не практически, а это реально. Потому что все зависит от чипа. Может быть, у меня не самый лучший чип. Поехали! Ох, чувак. Пожалуйста. Это было очень близко. Я просто боялся. Вот понимаете, вот сейчас игроки просто... Многие не понимают, что я реально соревнусь за честь своего ГТРа. И как бы многие сейчас, может быть, будут врезаться. Но вроде я от всех отстал. Но сейчас какая-нибудь, мне кажется, хрень произойдет все равно. Так. Друзья, вот сейчас главное... Главное... Давай-давай-давай-давай-давай. И на закиси уходим. На закиси уходим. 441, 440 примерно едет. Вот почему по встречке ездят фуры огнеопасно? Объясните мне, пожалуйста. Самое обидное будет, если я под конец, знаете, сейчас куда-нибудь... Нахуя ты тут стоял? Почему? Почему именно тут ты стоял? Объясни мне, пожалуйста. Вот почему этот огневоз ебучий стоял именно тут? Пиздец. Просто пиздец. Нет, еще раз. Я должен показать чистое время. Можно мне круг проехать? Вот можно мне, пожалуйста, проехать круг? Я больше его не прошу. Равняемся по желтой хуй... Равняемся по желтой хуйне. Поехали! Блядь! Сброс. Спасибо. Хотя бы так. Просто хотя бы так стой. Всем привет, ребят. Ну, пожалуйста. Я прошу вас. Просто умоляю. Поехали. Так, фух, наконец-то. Так, сейчас, пожалуйста, вот... Ну, пожалуйста, но... Ну, только... Вот тут вроде более-менее, казалось бы, да? Тут больше народу ездит, но тут более-менее все проходит относительно... Неплохо, потому что здесь... Я никогда в жизни бы не подумал, что такая сложность будет вам туда реально проехать. Вот просто реально никогда бы не подумал. Почему? Почему меня так бомбит, блядь, сегодня? Меня реально бомбит, блядь, просто жестко. Я не знаю. Просто жестко, блядь, бомбит. Охуенный прыжок. Все, стопе. Зеленая БМВ, все хорошо. Встаю по желтенькой. Все, отлично, сравнялся. Поехали. Пускай не хуйня произойдет. Пожалуйста, без хуйни, без хуйни. Я все, что прошу, это без хуйни, блядь. Так, пока что все неплохо, друзья. Пока что все относительно неплохо. Гоночный ГТР справляет со своей задачей. Так, хорошо. Осталось ровно 50% трассы. Просто чистое время. Можно без аварии, без всяких хуетений, блядь. Просто чистое время. Ничего большего я не прошу. Я не знаю, буду ехать на всякий случай здесь, потому что мне кажется, что сейчас какой-нибудь чувак поедет по встречке, но вроде бы нет. И вот сейчас главное вовремя остановить. 55 секунд получилось. 55-60 и снова ДТП. И я хочу, блядь, хотя бы 54, чтобы было. Мне кажется, 54 без ДТП это реально, потому что оказывается на том ДТП я особо ничего не потерял. Все, у меня как раз бензин на последнюю попытку. Хуй знает, как она пройдет. Поехали! Так, слава богу, здесь моциклисты. Чуваки решили постоять нормально, блядь. Так. Бля, мне ебал, наверное, сосредоточенный пиздец, да? БЛЯДЬ! Причем тоже на ГТРе. Вот я не думал, что такая подстава от брательника будет. Просто не думал. Так, хорошо, блядь. У меня еще вроде есть бензин. Вроде я успеваю. Я его сейчас даже заглушу на всякий случай. Вот я на заглушенном ГТРе доезжаю. И вот так вот сейчас красивенько разворачиваюсь. Ох как, прям вот практически по линии. Завел. И вот сейчас... Поехали! Я, конечно, понимаю, что в МТА не существует правил дорожного движения, но... Ё-моё! Так, там опасная семерочка едет. А, это Волга. Слава богу, она не в ту сторону, не в мою сторону свернула. И меня не шибло. А, чтобы я просто охуел от жизни. Так, бензина должно хватить. Я очень надеюсь. Хотя, блядь, очень сомневаюсь уже. Ребят. Не хватит бензина. Сука! Ай, блядь, палец! Ай! Блядь! Палец! Ай! Блядь! Уебался! Ай! Блядь! Ай, уебался пальцем! Блядь! Блядь! Так ты сданулся нахуй пальцем! Ай! Бля! Ребят, спасибо всем за просмотр! 55 секунд, короче, просто округлим. Вы, скорее всего, проедете лучше, вы будете красавчиком. А я сегодня просто полный чмой и лох. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. ГТР, по-моему, получился просто невъебенным. Вот. Подписывайтесь на канал. До новых встреч! Всем удачи! Всем пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!